Вот теперь все видно. Вот настройки моего хоруса, а вот настройки пит-шифтера. Первый интервал плюс 7, второй интервал, интервал 2, плюс 12. В общем-то тут дело не в том, что это Helix. Это можно сделать в любом процессоре эффектов или в любом плагине, в котором есть вот подобные эффекты. Это достаточно все стандартные эффекты. Я ничем-то сверхъестественным, каким-то заумным или аутентистичным для Helix особо и не пользуюсь. Все есть у всех. Единственное, что может дуэлл пит-шифтера нету, но значит надо разделить сигналы, сделать 1 плюс 7, 1 плюс 12 двумя пит-шифтерами. Ну а количество одновременно работающих блоков эффектов зависит от конкретных мощностей. Чем мощнее компьютер, тем лучше. Тут уже какой компьютер, что потянет. Ну тогда можно делать отдельные пресеты. Разбить это все на разные пресеты и в разных пресетах собрать разные звуки, которые я вынимаю из одного и того же пресета. Просто используясь вот этой фичей, которая называется снэпшоты. В фрактале это называется сцены. Где-то еще как-то по-другому называется. Может это стейдж, ну стейдж, сцен, сцен, стейдж или еще как-то. У нас это называется снэпшот. Но суть одноэтажная. Одни и те же разные настройки одних и тех же элементов. Запоминаются и просто потом вызываются 8 разных преднастроек можно сохранить на каждый пресет. Вот значит это модуляция. После этого идет для того, чтобы разогнать усилитель, потому что усилитель у меня супер легкий и супер кранчевый. Чтобы разогнать усилитель у меня идет... Компрессором я по-моему даже не пользуюсь. Я вот тут включал иногда. Вот. Но у меня тут есть этот самый... А, хотя компрессором да, я пользуюсь, но я пользуюсь у меня... Я им пользуюсь здесь для того, чтобы сделать там такой... Превратить в вот этот вот... Вокс усилитель, короткий, кранчевый. Чисто клин кранч такой. Чтобы превратить его прям в супер овердрайв, там такой... В хай гейн, я добавляю компрессор. Причем вот настройки моего компрессора. Они прямо экстремальные. Вот. Атака очень короткая. Релиз тоже не очень большой. Это практически студийный компрессор. Он выравнивает просто амплитуду сигнала. Вот. А соотношение 6 к 1 у меня выбрано. То есть, чтобы даже самые высокие и самые низкие ноты звучали по динамике одинаково. То есть, таким образом, я собираю динамику вот так вот в одну сплошную... В один сплошной поток. И так это... Это уже практически такая фича при... Ну, такой характер звука создается, когда задействуется... Когда задействуется... Хай гейновый преамп. Ну, по сути, это там... Там идет компрессия сигнала и потом его разгон. Вот. По громкости. То есть, это то же самое практически. Теперь... Он тоже у меня включается в одном из снэпшотов. И мы потом посмотрим, в каком снэпшоте, какие блоки включаются и в каких настройках. Вот. Дальше следующий у меня. Он тоже включается независимо от компрессора в другом из снэпшотов. Это у меня этот самый. Это у меня Clean Boost. Просто Clean Boost. Он просто дает... Поднимает громкость еще больше. Для того, чтобы разогнать предусилитель... Ну... Разогнать усилитель. Ввести его в Distortion. Вот. Вот. Это... Она... Это эмуляция Exotic Boost. Exotic Booster. Вот он. Вот так он выглядит. Я думаю, здесь видно. Ну, кто знает. Это такая черненькая педалька с... Одной такой прозрачной большой кнопкой. Эм... Крутилкой. И одна кнопка. Clean Boost. Вот. Он действительно очень здорово работает. Значит, у меня в нем включен On и Bright. Ну, ладно. На настоящем там тоже есть переключатель Bright. Вот. И Boost, и Bright. Ну, это практически тот же самый, как этот сам... Эм... 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 подготавливает сигнал гитарный к тому, чтобы он вошел, усиливает гитарный сигнал, и он входит в предусилитель, и уже его перегружает. Суть такая. Дальше у меня динамика идет, это noise gate, потому что если включить либо бустер, либо компрессор, либо вместе их вот так включить, то получается выход начинает шуметь. Усилитель получает очень сильный выход отсюда, и он начинает шуметь. Причем в паузах, потому что в игре шум как бы уничтожается, его не слышно. Он как бы он не читается внутри нот звучащих, а когда ты играешь, а когда ты останавливаешься, он начинает шип белый шум, он проходит. И это просто для того, чтобы его не было в паузах. Noise gate здесь работает очень здорово, он достаточно динамичный, и треш-холл у меня достаточно низкий, потому что шум, значит, он минус 84 дБ, шум у меня установлен. есть места, где я его использую редко. Сейчас мы проверим в этом, при сайте он у меня используется или нет. Я не помню даже. Может быть, даже я его и не использую. Дело в том, что у меня выключили эти самые звукосниматели и EMG, а они в принципе не шумят. у них шума практически нет. Дальше идет разделение сигнала на две полосы, на А и Б. Пойдем сейчас по полосе А. Зачем это сделано, потом расскажу. И здесь мы попадаем на тот основной усилитель, который я использую. Это SX-A30 в данном случае, он так называется у нас. Сейчас, секундочку, я проверю. Мы вообще хоть в эфире, там трансляция идет, не идет. Зрителей нет. Сейчас еще раз в фейсбук положу ссылку. Уже зрители появятся. Да, так вот. Я использую... Эмуляция усилителя Vox классического. Сейчас покажу, какие там настройки. Как это выглядит. Выглядит это вот так. Да что ж такое. Почему он дисконнект? Все время. Выглядит это вот так. Его настройки выглядят. Давайте я его включу. Выглядит он вот так. Драйв почти на все. Секундочку. Переключаемся. Драйв почти на всю. Ну и остальное все. По умолчанию. Я ничего не менял. Вот так как он заложен в этом самом... Так как он идет в комплекте из Helix. Я только здесь поднял драйв. И громкость настроил на свое усмотрение. Master Volume на максимум. И Channel Volume тоже где-то на... Поднял прилично. Чтобы на выходе это было сопоставимо с теми... Бэкинг треками, под которые я играю. То есть балансом этим продиктован. Но это личное дело каждого. Можно прибрать, можно добавить. Вот. Дальше мы идем следуем по... Узел А переходит сюда. Вот верхняя линия. Это узел А. Значит здесь на некоторое время еще есть ответвляется сигнал параллельно на линию Б. Где происходит... Стоит такой же точно усилитель. С кое-какими добавлениями. Потом объясню почему. Вот. Но сейчас пойдем... Главный тракт у нас это линия А. Линия Б она как бы отделяется от линии А. И подключается тогда, когда мне нужно стереозвучание. И еще какие-то дополнительные вещи. Вот. Итак, продолжаем по линии А. Значит здесь у нас есть громкость. Которая управляется педалькой. То есть громкость она мы закрыли. Чтобы закрыть и открыть. Она управляется педалькой, чтобы просто подстраиваться по балансу. По ходу дела. Под громкость. Под общее звучание. Если это живьем на сцене как-то там. Вот. Либо для того, чтобы просто закрывать усилитель. Просто выключать звук, когда я не играю. Тоже удобно. Когда подключаешься в... Когда подключаешься в... Ну, вставляешь шнур в гитару, чтобы не плацало ничего. Это удобно. Вот. И иметь такую педальку. И вот она управляет. У меня есть педаль громкости. Вот. Но она стоит перед... Пространственными эффектами. Из пространственных эффектов я использую... Ну, во-первых, тоже еще раз хорус. Но это уже стерео хорус. Он для того, чтобы создать стереокартину. Дальше идет дилей. Дилей, который тоже используется для того, чтобы создать стерео... Расширить стерео базу определенным образом. Вот. Дальше идет дилей, который тап-темпо дилей. Он... Тут на хеликсе есть отдельная, навсегда выделенная кнопка тап-темпо, которую, если подержать, она превращается в тюнер. Но потом нажимаешь на нее, и она возвращается в пресет. А тап-темпо остается тап-темпо. То есть она больше никаких функций не несет. Ты на ней делаешь темп, задаешь темп дилея, задаешь темп всех обработок. То есть если модуляция, то темп модуляции. Но и оно будет оказывать воздействие на те эффекты, где ты вот на часики здесь нажмешь. И укажешь, какую длину ноты, чтобы использовалась... Какая длина ноты, чтобы использовалась в этом эффекте данном. Ну вот у меня в дилее настроен на 1 четвертую, определенный 1 четвертый такт. А уже длина такта во времени, да, и в темп. Зависит от того, как я ударю, сделаю тап-темпо. Сделаю быстрее, он получается 240. Сделаю медленнее, получается, пожалуйста, 70. И так далее. Вот. Последний идет ревербератор. Он настроен... Миксер у него идет, микс у него идет где-то с 38%. Он для того, чтобы просто придать легкий объем всему этому звучанию. Дальше последнее. Это громкость. Здесь в конце я поставил здесь педальку Gain. Это не громкость. Это именно Gain. Для того, чтобы просто еще чуть-чуть поддобавить... Иметь возможность добавить или убавить громкость общую на весь пресет. И иногда это помогает. Иногда я его включаю, иногда нет. Вот. Ну а теперь давайте послушаем, как выглядят все вот эти наши снэпшоты. И в каких снэпшотах... Как я это разбил на снэпшоты, какой логикой я пользовался. Я вызвал свой пресет еще раз. И теперь он уже у вас на экранах выглядит так, как он выглядит, когда я в него захожу вот первый раз. Я настроил так, чтобы я сразу попадал в снэпшот, который называется риф. Что происходит в рифе? В рифе... А, я же не дорассказал. Вот сейчас как раз я и буду рассказывать. Здесь у меня есть разделение на два канала. Основной канал А разделяется на два. А и Б. Значит, в Б у меня тоже есть такой же хорус. Как и в верху, как и в центральном канале. Вот. Но он немножко иначе настроен. Для чего? Если я задействую оба усилителя, то перед одним из усилителей я ставлю хорус. Для того, чтобы они звучали по-разному. И вот как они звучат. Вот. Значит, у меня здесь задействован компрессор. У меня здесь задействован шумодав. Потом идет разделение на два усилителя. Правый идет... Ну, А идет в... Вот, собственно говоря, общий миксер. Который разводит эти усилители по правым и левому каналам. Вот. Причем, вот где параметр заключен в скобочке, это значит, этот параметр может меняться от снэпшота к снэпшоту. То есть, в другом снэпшоте этот параметр, он будет выглядеть иначе. Например, вот так. Вот раз. И у меня уже стерео немножко другое. То есть, у меня право и лево чуть ближе, приблизились к центру. Вот. А здесь, например, у меня вообще громкость левого канала уиграна на ноль. А правый... А центральный канал... А правый канал стал центральным каналом. То есть, линия А, она по центру оказалась. То есть, у меня вот эта линия вышла на свет. А эту линию я убрал по громкости. Вот. И я могу ее в другом пресете, в другом снэпшоте. Они у меня оба включены. Но они слишком... Они близко стоят к центру. Этот снэпшот называется соло. И в нем задействованы максимум модуляций. Значит, задействован... Стерео дилей не задействован. Задействованы два... Один основной хорус, который идет сразу на оба участка. Усилителя. Он перед расщеплением идет. Вот. А потом на втором из усилителей есть еще свой хорус. Который там немножко изменяет его звук. И таким образом у нас получается стерео. Потому что, если, допустим, я сейчас вот этот хорус выключу. И этот тоже выключу. То усилители звучат достаточно одинаково. Ну, стереозвучание создается благодаря вот этому хорусу второму. Который уже после усилителей стоит. Даже после того, как они уже сошлись обратно. Смикшировались. И если его выключить, то у меня просто получится моно. Потому что они одинаковые. Они звучат по центру. А если я сейчас включу хорус вот этот на усилителе B. То у нас тут же получится стерео. И добавлю еще вот этот хорус. Гораздо лучше это слышно на снэпшоте риф. Как раз. На снэпшоте риф оба канала разведены прям сильно по панорамам. Поэтому у нас есть очень широкое стерео. Теперь, если я вот эти вот все стерео прибамбасы выключаю, то у нас стерео как бы исчезнет. И у нас эти два усилителя превратятся в моно. Вот. Как только я включаю хорус на одном из усилителей, то они сразу раздвигаются по сторонам. Вот. Уже стерео появилось. И добавляем к нему вот этот стерео хорус, который еще больше раздвигает стерео бар. Ну и в общем это получается уже риф. Дальше. Следующий. Для чего еще раз еще я использую петлю ответвления B с вторым таким же точным усилителем, как и на A. Дело в том, что у меня на линии B есть еще pitch shifter. Но это гармонайзер. Это гармонический шифтер, который зависит от тональности, в которой я играю. Я задаю тональность, которая изменяется от shnapshot, а в shnapshot, которая изменяется... Ну в общем, в shnapshot я ее не меняю, нет у меня такой цели, но можно сделать разные shnapshot в разную тональность. И тогда каждый параметр, он сможет регулироваться shnapshotом. Вот здесь нажимаем, додаем shnapshot, и тогда shnapshot будет менять тональность для нас даже. И дело в том, что я здесь микс ставлю на 100%, и у меня в одном из каналов идет shift-нутый сигнал, то есть гармонический, а во втором канале оригинальный. И они идут в разные усилители. И получается, как будто две гитары играют разные партии в разные усилители. И после этого я их микширую вот на этом узле. Вместе они у меня сходятся. И я уже тут решаю, как им играть сильно стерео, не сильно стерео, по стереобазе разводить их или в центр собрать. И в общем, тут уже я их настраиваю. Но есть у меня снапшот, который называется La Minor Harmonia. И вот это практически единственное из-за чего, если мне нужна песня в другой тональности, для чего я создаю новый пресет, в котором все то же самое. Единственное, что я тональность меняю под нужную песню. А если в песне есть две тональности, тогда я создаю два снапшота в разных тональностях. У меня есть такие песни, где тональность одна в до миноре, песня начинается, а потом во второй части она продолжается в ми миноре. И там и там есть вот эта штука. И вот она. И вот у меня обработанный сигнал идет по линии А, необработанный, основной тон. А Питшифтер идет по линии Б. Вот, допустим, смотрите. Вот, это снапшот, которым я пользуюсь для того, чтобы создавать гармонические партии, ну, сдвоенных гитар. В данном случае у меня просто терция, но есть еще другие вещи, в которых я использую сексту. То есть один тон, один звук идет основной, а второй там или гораздо, или на сексту ниже, он идет гораздо ниже там, или на терцию, на сексту выше. Ну, в зависимости от художественных целей, так сказать, того, как я хочу, чтобы это звучало. Ну, такое тоже есть. Вот. Дальше идет снапшот, который называется соло, в котором изменяется параметр дилея, то есть дилей немножко больше подмешивается к сигналу. Вот. По стерео базе мы немножко сходимся, ближе к центру, по 35% только разброс, это не очень много. Вот. И используем хорус, стерео хорус. И два усилителя, для того, чтобы слово звучало мощно. Значит, я люблю стерео хорус, но его можно выключить, тогда этот звук не будет немножко иного характера. Можно вообще хорус и повыключать, и будет такой более яркий, более прямолинейный звук, такой более стандартный. по-по-по-по-по-по-по-по. Ну, вот так. Теперь что еще происходит? Это вот сольный снэпшот. Дальше у меня есть снэпшот, который называется тема. Это как бы то, чем тот звук, которым я играю основную мелодию своего произведения от какого-нибудь. Вот. Он так звучит. Он очень похож на сольный, но он мон, он на одном усилителе. В нем задействован один усилитель. Пожалуйста, вот-вот-вот. Эта картинка миксера как раз. И вот видно, что B-Level, B-Line у меня на нуле. То есть, минус 60 его просто нет. Вот. И задействован только один усилитель из линии А. И вот эта линия А только и идет чистым. То есть, петля вот эта, которая ответвляется от нее, она замьючена. Ее как бы нет. Ну и на лету я могу показать, как разница между звуком тема и звуком соло. Дело в том, что в звуке соло еще задействован бустер, клинбуст. И он еще добавляет гейна. Зачем он мне добавляет гейна? Потому что соло могут быть разные. Я могу сам убрать гейн ручкой на громкости на гитаре. И у меня тогда гейн будет опять маленький. Но зато звук будет уже немножко иной. Иного характера. И на максимум громкости у меня будет сильный гейн. Тогда как на теме мне сильный гейн не сильно не нужен. Мне хватает такого умеренного. Тоже как бы умеренного дисторшна. Ходверддрайвистого такого дисторшна. Это звук, которым я играю тему. А вот я переключаюсь в режим соло. И вот у меня включается бустер. Плюс к компрессору. И включается шумодав, естественно. Тогда как, допустим, в режиме темы он не задействован. Потому что он просто не нужен. Ну и так все тихо. Он вообще ничего не шумит. А вот как только я переключусь на соло и задействую два усилителя. И задействую еще и скомпрессованный сигнал еще и поддам бустом и все это запущу в эти два усилителя. Они начнут сильно шуметь в паузах. Для этого нужен шумодав. Вот. И он все звучит вот так. Шумодав. Тихо. Если его отключить будет достаточно шумненько. Ну, как бы не очень шумно. Но есть шум. А так его нет. И вот тут как раз и в дилеи слышно, что у него немножко изменено подмешивание к сигналу. Ну, то есть микс и дилея. Дилея и микс выше, чем в других снапшотах. На теме, например, он меньше. Пожалуйста. А на рифе так и он вообще выключен. Потому что риф у меня идет в сухую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и он стерео. Вот. Это, значит, вот такие четыре. Это они у меня идут внизу там два ряда кнопок. Нижний и верхний. По четыре кнопки. Так вот, это в нижних кнопках. Самый главный. Риф. Гармонайз. Гармоническая. Значит. Вот. Гармонический. Гармонайзер. И потом еще. Потом идет, значит, тема и соло. Соло. Тема. По звуку они очень похожи. Они различаются только более насыщенностью. Тема отличается насыщенностью. И тем, что там звучат два усилителя. Что это в стерео режиме. Вот. И это звучит просто мощнее. Вот. По громкости приблизительно одинаково. Потому что это инструментальные вещи. Как бы тема с соло. Сольным звуком они по громкости не очень должны отличаться. В тех случаях, когда они да должны отличаться. Я там это подстраиваю. И громкость с помощью, опять же, в снэпшоте выделяю параметр громкости для каждого из них. И регулирую громкость по снэпшотно. Так сказать. Вот. И это зависит от конкретной песни. Потому что все равно весь этот звук создается для того, чтобы потом пользоваться им в своих оригинальных песнях. И вот здесь вот у меня видно мои пресеты. Вот они. Это они как раз по названиям песен идут. Вот у меня 14 вещей. И на каждую свой пресет. Который основан на этом пресете. Но с некоторыми изменениями. Например, в Runaway у меня есть две разных тональности. И вот первый снэпшот, допустим, возьмем сейчас гармонайзер покажу. Он настроен в тональность до минор. И у меня там идет начало песни в до миноре. А потом идет тема. Потом идет солный кусок. А потом после соло мы переходим в тональность ми минор. И вот у меня отдельный снэпшот для ми минора. И в нем как раз видно, что у меня тональность вот в питшифтере в гармонайзере меняется на ми минор. Вот она. Ми минорная. Была, значит, до минорной. Вот. До минор. Перешел на ми минорный снэпшот и она у меня стала ми минорной. То есть, если я сейчас в тональности до минор буду играть с ми минорным питшифтером, это будет фальшиво. Ну, черти что. У меня идет песня модуляция и там должен воспользоваться двухголосое голосоведение. то я программирую два разных тональности. Опять же, с помощью снэпшота. Один и тот же питшифтер. Я правой кнопочкой мышки навожу на параметр, который хочу прикрепить к снэпшоту. И как только я его поменял, он запоминается вот в этом снэпшоте. Вот у меня, собственно, список моих снэпшотов. Вот они. Их 8 штук. Вот. Первые четыре это нижние кнопки и верхние дальше 5, 6, 7, 8 это верхний ряд кнопок. Все очень просто. Так вот выглядит мой пресет. Теперь пройдемся к основному звуку в верхнем ряду кнопок. Верхний ряд кнопок, значит, первый у меня здесь есть, у меня используется я подмешиваю звук эмуляции акустической гитары к искаженной гитаре. Это совершенно по-другому делается. У меня здесь тогда в... я задействую вот этот вот эффект, который называется акустик симуляция. И... Ну, отдельно показывать я его здесь не смогу. Мне нужно просто тогда все повыключать. Это глупо. Но я послушаю, я покажу, как он выглядит, когда он подмешан к основному звуку. Выглядит это вот так. Лучит, точнее. Академия. Академия. Ну вот так это выглядит А происходит это так В этом снэпшоте у меня выключается усилитель Уходит в байпас По центру выставляются оба канала По центру То есть стерео достигается только благодаря Вот этому хорусу Разнос по стерео А не благодаря микшированию Почему? Потому что я не хочу Чтобы чистый звук Эмуляции акустики звучал в одном канале А звук усилителя звучал в другом Не надо, чтобы они звучали вместе Как бы собрано Но стерео я могу создать с помощью хоруса Или дилей Вот такого еще у меня есть Который тоже стерео создает Если его выключить Тогда стерео исчезнет Поэтому это вот такой Интересный снэпшот И там даже если я Прибираю громкость В принципе по идее Громкость акустической гитары Тоже должна немножко падать Но потому что она Она очень яркая Ее все равно слышно И даже на низкой громкости Чтобы прибрать гейм У усилителя Все равно гитару Акустическую эмуляцию тоже слышно Остается вот эта вот Яркая жесткая атака От нее остается И очень прикольно играть Такое ощущение интересное Щелкающий вот этот вот В верхних высоких частотах Щелкающая атака Вот эта Она придает такой Интересную краску звуку Так что это тоже Такие вещи рекомендую Теперь опять же смотрите Я не говорю Что это прям вот Только Helix Это можно делать В любом нормальном процессоре Опять же Все значит в нормальном процессоре В нормальном процессоре Это мощный процессор У которого есть вот такая Вот раздвение сигналов Когда 2, 3, 4 Линии сигнала Можно задействовать В принципе плагины Это позволяют Но плагины ограничены Самой мощностью Самого компьютера На котором этот плагин установлен Там уже у каждого свой У кого мощный компьютер Тот сможет задействовать Очень много всего Но я же говорю Что вместо того Можно делать один пресет С многими снапшотами Можно делать просто Много пресетов В которых будет частично Задействовано Вот то что у меня Задействовано все вместе Но по мере надобности Ну например Можно поставить усилитель Допустим Не нужно там Хорус Усилитель Дилей И подмешать Нему акустическую Симуляцию Просто параллельно И тоже на нее Повесить дилей В общем то Это просто практически Всего 4 блока Это не такая уж Большая нагрузка И нормальный компьютер Это может потянуть Любой компьютер Это может потянуть И тогда у вас получится Вот такой же звук Это классно Вот Дальше идем По верхнему У меня есть кнопка Которая называется Вау Ап То есть Это когда у меня Вот этот фильтр Квакушка Настроена На открывание То есть Чем я громче играю Тем она более Открытый звук Звучит это вот так А если я буду Играть тихо Он будет Значит соответственно Бубнящий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень редко я им пользуюсь Но он у меня есть По крайней мере Такой звук у меня есть Он такой прикольненький Вот И в режиме Если я поменяю режим Mode на Stormbox То в принципе Я могу добавить сюда Dual Pitch У меня несколькие эффекты Выведены В режиме Stormbox Выведены на кнопочки Которыми я могу Их активировать В конкретном В конкретном Снэпшоте Если они там Не задействованы Ну и например Я Dual Pitch нажму И используется Синтезатор С квакушкой Вообще Смешно звучит Прикольно Вот Следующий Снэпшот Это у меня Соло с квакушкой Но уже Реверсной То есть Когда она в обратную сторону Она когда я ударяю громко При сильной атаке Она такой Закрытый звук А когда звук гаснет На длинных нотах Он начинает раскрываться К концу Это звучит очень эффектно Вот И мне это прям страшно нравится Еще я могу Так сказать Ну Усилием атаки И регулировать Вот эту вот Степень открытости И закрытости Фильтра Я могу играть Тихонечко На громкость У меня на фулл вольюм Да На гитаре А рукой Я играю тихонечко И у меня Звук закрытый Получает Звук открытый Когда я тихонько Играю Он такой открытый А чем ярче Атака будет Тем он значит Начнет закрываться Или наоборот Я буду играть Сильно-сильно А потом Мягче-мягче И он такой Открывается Вот Вот К примеру Такая штука Вот так вот Это работает Ну и на длинных Это конечно Это отдельно Здорово звучит Просто класс Даже таппинг Можно играть сильнее А можно слабее И от этого звук Открывается Или закрывается Это кайф Ну и последний В верхнем ряду Кнопочка Это синтезатор Это вот когда У меня на обычном Сольном звуке Задействован Питч шифтер Который создает Вот эту вот Квинту-кварту И октаву Вот Вот он и звучит В общем-то Вот так Я ему пользуюсь Как правило На неке Потому что На бридже Вот эти вот Верхние обертона Которые там добавлены Они прям слишком резут Они резкие получаются Там для этого Надо отдельно Настраивать Снэкшот Для усилителя Я не хотел заморачиваться Поэтому я просто играю На неке На этом Тем более что На бридже И в нем играть Не обязательно Потому что Никакие обертона И искусственные флажолеты Там не нужны Это синтезаторный тон Это как бы Эмуляция синтезатора Вот Некое его синтезатор И Я иногда даже Прикрываю Ручку тона На гитаре Для того чтобы Еще более Искусственный звук Вышел Вот Ну и звучит он вот так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот Опять же К нему можно добавить С помощью Перейти в МОД С помощью кнопки МОД Перейти в режим Снапшота У меня В режим Извиняюсь Стомп боксов И у меня На одну из кнопок Выведен гармонайзер И он сейчас Вот этот Обработанный сигнал Синтезированный Разделит Еще и на гармонию То есть Получится вообще прикольно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это уже не снапшот Вот это его вариация Которую я сделал С помощью А если еще и добавить Аутофильтр Вообще получится интересно Получится синтезатор С аутофильтром И еще и С гармонайзером Это вообще будет прикол То есть В общем Куча всего Ну вот Можно еще и Убрать этот Аутофильтр Но И убрать Гейн И в общем-то У меня получится Практически чистый звук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие вот всякие штуки Еще интересные можно делать То есть Можно это использовать Без искажений Взять Повесить сюда Создать новый пресет С тем же самым Все Но повесить усидитель Чистый С чистым звуком И уже делать Какие-то такие Пэды Такие вот Интересные Амбиенс Амбиенс Такие звуки Для заполнения Для Как это называется Саундскейп Создавать такие Звуковые ландшафты Можно еще с дилеями Поиграться С ревербератором И там будет просто улет Саундскейп Саундскейп Ну вот Такая Прикольная Вот так прикольно Я использую свой Хеликс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому